Приветствую вас. Давайте я, наверное, для начала вам просто расскажу чуть-чуть о том, как работает психика человека, в детстве, как работает память. Память работает и вообще психика человека устроена по принципу амортизации. То есть, условно говоря, если я вам скажу, чтобы вы, к примеру, о чем-то не думали, да, вот я, например, скажу, да, не думайте об апельсинах. Например, вот просто пять минут, да, пять минут. Не думайте об апельсинах. То вы именно об апельсинах в течение пяти минуты будете думать. Вот. Ну, понятно, что, если я, там, нашему человеку, если вы будете заинтересованы, вот, то вы будете думать об апельсинах именно пять минут. Все пять минут вы будете думать об апельсинах столько. Вот. Поэтому, чем сильнее вы пытаетесь забыть какие-то вещи, тем меньше у вас это получается. И надо сказать, что подобная история, она, в общем и целом, ну, вполне себе нормальна. То есть, это вполне себе естественный уход вещей. Вот. С другой стороны, вот, с другой стороны, возникает, на мой взгляд, резонный вопрос. Почему вы хотите забыть номер молодого человека? Ну, к примеру, есть у вас чувства, допустим, к мужчине. Если у вас есть чувства к мужчине, то за основу, вот именно за основу, я предлагаю вам взять, именно за основу, я предлагаю вам взять, именно за основу. Ну, то, что вы его любите, и то, что вы хотите ему, к примеру, счастья. Вот. Так зачем же тогда забывать то, что вам несет только позитив, допустим? Но забыть вы, судя по всему, хотите, значит вам это несет боль. Вот и меня к вам и вопрос возникает тогда. А почему боль, ну вот именно почему боль вы испытываете от этого? Вам почему больно от этого? Вот. Вот. Это, на мой взгляд, это то, что необходимо понять. На мой взгляд, это то, что необходимо разобрать. Вы говорите, я возвращаюсь к, ну, к ошибкам, значит, да, ну, к твоим ошибкам. Если вы возвращаетесь к твоим ошибкам, значит, вам это для чего-то нужно. Вам нужно для чего-то возвращаться к твоим ошибкам. Вопрос заключается в том, для чего, ну, для чего или почему вы возвращаетесь к ошибкам. Как правило, люди возвращаются к ошибкам, когда им что-то нужно, когда они чего-то хотят. Вот. Как правило, именно в этом случае люди возвращаются к ошибкам. Для начала, что у вас, именно у вас, есть какая-то в этом заинтересованность. То есть вы чего-то хотите, вам что-то нужно, вы в чем-то нуждаетесь. Вот. Вот и подумайте. Чего вы хотите и какую проблему внутриличностную вы пытаетесь решить. Это первое. Второй момент, который обязательно нужно, ну, выделить, выявить. Это как у вас обстоят дела вообще с собственной реализацией, с бытом, к примеру и так далее. То есть, совершенно очевидно, что мужчина для вас важен, там, прям вот, чересчур. Но откуда такая его важность для вас? И по какой причине, кроме него, кроме него ничего больше нет у вас? Раз, так вот, вы снова возвращаетесь к нему. Означит ли это, что то, что вы делаете, к примеру, ну, то, чем вы занимаетесь, для вас, недостаточно важно, недостаточно ценно, недостаточно значимо, к примеру. Вот. Означит ли это? То есть, тут, мне кажется, нужно выяснить данный аспект. Потому что, если вам, по сути, ничего не интересно, да, если вы, вот, переживаете только из-за того, что, вот, у вас мужчина что-то не складывает, к примеру. Ну, это все-таки значит, что вы мало чего делаете для себя, ну, именно, именно, вот, для самой себя. Ну, вы мало что делаете. И тут тоже нужно смотреть, а как вы к себе относитесь, как вы любите, любите ли вы себя, там, к примеру, и так далее. Вот, если любите, то, как это проявляется, выращается. Вы пишите, как его заблокировать и забыть, забыть невозможно. А заблокировать для чего? Значит, вам не все равно на него. Потом интересные протяжения играют свою роль. Как это можно сделать? А сделать что, Евгения? А забыть человека? Никак, забыть человека невозможно. Если мы именно про забыть говорим. Забыть человека нельзя. Можно изменить отношение к тому, что, ну, к тому, что произошло. Можно изменить отношение к себе. Можно посмотреть, как я уже сказал, да, можно посмотреть на то, что вам, собственно говоря, нужно. И в чем вы, собственно говоря, нуждают. Вот. Вот это можно посмотреть. Можно и, я уверен, что даже нужно. Вот. Поэтому же можно будет что-то делать. А пока же, вот на данный момент, ну, я бы сказал, что забыть вам его точно не забыть. А зрелство и притяжение, да, это можно разбирать. Там еще у вас к нему есть лечение. Вот. Тяга, как говорят, тяга. Но что такое тяга? Вот. Тяга это то, чего вы хотите. Тяга это то, что вам нужно. Тяга это то, к примеру, да, вот в чем вы нуждаетесь. То есть, вы в чем-то нуждаетесь, вам. Вам что-то нужно. Самой. Но для себя. Да. У вас, как-бы, стоит запрет. Вот. То есть, типа, что, я не могу, ну, я не могу, эм, ну что-то, там, самостоятельно, удовлетворить себя, самостоятельно реализовать то, что хочу. А значит я это делаю через, к примеру, там, кого-то. Вот. В данном случае через мужчину. Ну я же не могу признаться, эм, себе, прямо, в открытую. Не могу признаться, что, эм, что мне там, вот, что-то нужно. И поэтому я внушаю себе, что у меня тяга к этому, к этому человеку. Вот. Вот. А интерес? Вот то, о чем, ну, то, о чем вы говорите. Интерес. Интерес. Как проявляется интерес? Человек вам чем-то интересен? Хорошо. А чем он вам интересен? Ну, надо вот посмотреть, надо по, э, исследовать эти моменты. Чем интересен вам все? Как проявляется интерес, э, к нему, у вас? Вот. И, для начала нужно, вот, собственно, говоря, определить, что именно вам интересно, что именно вам, ну, вам важно, чего именно вы хотите для себя. Да. Потому что я понимаю, что именно здесь, в этом контексте вы хотите что-то для, именно, ну, для мужчины. Я понимаю, что вы хотите что-то именно для молодого человека. Вот. Я думаю, что здесь вы хотите отличить настолько, настолько, чисто для себя самого. Чего-то. Вот. Это неплохо, что вы хотите чего-то для себя, это неплохо, очень неплохо. Но лучше все-таки, если вы честно себе признаетесь в том, что вы этого хотите. Вот. Лучше всего, если вы честно себе в этом признаете. Вот. Честно, честно, честно. На мой взгляд, это, э, вот, э, то, как вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. На мой взгляд, э, на него можно ответить именно так. Вот. То есть, понятно, да, понятно, да, что существует, э, такая история, как любовная зависимость. Это, э, я надеюсь, понятно. Понятно. Вот. Но любовная зависимость, это всегда идеализация человека, от которого, собственно, происходит любовная зависимость. Это идеализация его, с одной стороны. Вот. И, с другой стороны, это, собственно говоря, приписывание вот этому человеку каких-то, э, качеств, которые должны быть у вас. Ну, то есть, качество, которое вы хотели бы видеть из себя, да, оно, по ряду помещений, эти качества у вас как-то вот не вышло. Не вышло у вас эти качества выработать, или вы не верите, что они есть у вас, и вам нужен человек. Вот. Если поанализировать, то вы увидите, как вы себя чувствуете с этим мужчиной, как вы именно себя ощущаете с ним, вот, с мужчиной. Вот. Поанализируйте, и сразу вам, ну, непонятно, с ним себя чувствуете как-то вот, ну, гораздо лучше, с ним вам, с ним вам гораздо комфортнее, гораздо лучше. Состояние меняется, вот, самочувствие меняется, желания, может, какие-то появляются, и вообще вы чувствуете себя с ним, прям, лучше, гораздо. Ну, вот в том-то и дело, вот в этом весь момент, этим отличается любовь, вот, в зависимости. Вы заинтересованы в человеке для себя, а не для него. Так что, нужно анализировать, чего-то вам не хватало. Главный человек реализовывает свои потребности через другого, и какие именно потребности у вас есть, можно рассказать будет только после анализа. Я могу лишь с полной уверенностью сказать, что в чем-то вы не удовлетворены, вот. Так что, вот так. То, что вы можете сделать сейчас, то, что вы можете сделать сейчас, прямо здесь и сейчас, то, что вы можете сделать, да, это перестать, к примеру, требовать от себя, забыть человека. Даже если вам это тяжело, да, перестаньте пребывать от себя, забыть человека. Именно забыть перестаньте пребывать. Лизу в смысле, пусть летут, пусть они, думайте о чем хотите, думайте, что хотите, представляете, что хотите. Вообще, я рекомендую не сопротивляться мыслям, потому что, вот, согласно, такое ощущение, да, что вы мыслям своим не позволяете реализовывать, а это, на самом деле, очень печально, потому что, ну, мысли, они, это мысли, это проводники наших желаний, вот. Так что, все-таки, ну, не нужно, не нужно себе вредить, да, вот. Другое дело, что не всегда делать нужно, вот именно делать, да, именно делать нужно не всегда. Именно делать, именно делать, вот делать не нужно. А мысли, думать, хотеть, желать на здоровье. Вот, это первое, второе, постарайтесь получать побольше наших новых эмоций, старайтесь получать побольше новых впечатлений, ну, вот, даже если вам не хочется это делать, а так вот, вопрос о том, что, вопрос о том, что делать. Так, именно, вот, думайте, да, о чем хотите, именно думайте, именно думайте, о чем хотите. А вот делать нужно только то, что, к примеру, дает вам, ну, допустим, новые эмоции, новые впечатления. Как можно больше вставайте, вот, то есть, распланируйте свой день так, чтобы у вас вообще времени, времени на что не было. Вот, ну, а все осталось, все осталось, это вот, наверное, самое такое болезное, в данном случае, чувство, потому что, по факту, по факту, речь здесь идет о том, что, когда человек не устал, когда человек не устал, у него, на самом деле, да, вот, у него, у неуставшего человека, у него очень большой спектр эмоций. Вот, он может чувствовать и то, он может чувствовать и другое, он может ощущать, там, ага, и третий, он может, там, в общем, видеть, думать и занялись. А энергии много, а простора для интерпретации тоже очень много. Вот. Вот. Если человек устает сильно, то остается какая-то одна эмоция. Да, сильная, да, она настоящая, но она одна. Это совсем не то же самое, как если бы у вас была куча эмоций. Вот. Поэтому я рекомендую уставать. Вот. В качестве того, что вы можете сделать здесь и сейчас. Вот. Ну, и все. Кстати, если будете думать, именно думать о во всем, да, то есть вы не будете, ну, именно запрещать, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ свои мысли, как бы, по тишкам, не додумываем их до конца. Знаете? Тут у нас, к примеру, вот, допустим, такая история. Ну, допустим, какой бы такой пример привести. Ну, вот, к примеру, да, вопрос стоит, предположим, я хочу, там, полететь в космос, к примеру, я думаю, там, что нужно для того, чтобы, вот, полететь, в космос, то-то-то-то-то-то-то-то нужно, да, я думаю, а пройду ли я по здоровью, к примеру, ну, в космос, допустим, не пройду, а, могу ли я сделать, чтобы прошел, ну, наверное, скорее всего, нет, это очень много затрат, энергии будет и силы, вот, плюс там это стоит, сколько, да, там, денег, немало, немало денег это стоит, и, собственно, я понимаю, да я не могу, не могу что-то сделать, я успокаиваюсь, к примеру, вот. Но иногда бывает такая история, что человек, додумываясь что-то, не успокаивается, вот просто он не успокаивается, он продолжает, продолжает, ну, куда-то идти, он продолжает что-то делать, он продолжает, там, стремиться к тому, вот. означает, что либо человек не понял и не согласился с тем, что он не может, либо он может, но не позволил себе это, запретил, вот. Очень мало мыслей мы додумываем до конца, поэтому додумайте вот эту мысль о его молодом человеке, что вы хотите, что вам, для чего вы хотите с ним быть, это не так, на самом деле, прям, сложно, не так, на самом деле, прям, тяжело, это не так, на самом деле, нереально, но, возможно, будет идти сопротивление, и, возможно, сопротивление будет сильным, к этому, к этому вам нужно быть готовым. Вот так, можно ответить вам на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам, собственно, как я уже сказал, каждый человек свои, свои потребности реализовывал через другого, поэтому, только если, вот, вы в расцепи с нами пройдёте, к вопросу изучения своих мыслей, додумайте их до конца, а то вы сможете понять, что вам нужно. И уже добиться от того, что вам нужно, а, возможно, и дойти до того, что вам нужно, додумать мысль до конца, может, помочь психологу, которого вы можете выбрать особо на свой ресурс и поработать, собственно, с выбранным вами специалистом. Если остались вопросы, пишите в личку, буду помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали! 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 Поехали!